Сегодня мы поговорим о том, чего стильный мужчина просто не делает. Стильный мужчина никогда не забывает, что эта уверенность позволяет ему надевать любой образ, который он захочет. Парень может носить костюм или casual-наряд, но если он чувствует себя неловко в одежде, то это все испортит. Поэтому я рекомендую практиковаться носить одежду, потому что так вы будете вырабатывать уверенность. Стильные мужчины никогда не боятся говорить комплименты. Мы прекрасно понимаем, сколько это работы, чтобы хорошо выглядеть. Поэтому, когда мы видим привлекательную женщину, мы можем подметить, что она собрала свой образ в одно целое. И мы можем быть специфичны, когда говорим комплимент. Мы видим парня, который потратил время и силы, чтобы быть самым стильным среди своих. Вы чувствуете себя прекрасно, когда вы говорите комплименты, так же, как и те, кому они адресованы. Стильный мужчина никогда не носит одежду своего старшего брата. Я знаю, что вы не носите одежду брата, но посмотрите на себя в зеркало. Подходит ли ваша одежда вам по размеру? Вот что я имею в виду. Большинство парней носит одежду, которая слишком велика. Вам надо знать своего портного по имени. Мы все знаем, что костюм надо отнести на примерку. Но что насчет повседневной одежды? Я говорю о джинсах. Их относят, чтобы укоротить, чтобы они не волочились по земле. Вы подгоните под себя все ваши брюки и рубашки. И не будете выглядеть так, словно носите чью-то чужую одежду. Стильный мужчина никогда не забывает привнести финальные детали в свой наряд. У вас есть нагрудный карман. Знаете что? Упакуйте его, положите туда платок. Когда вы встанете, не забудьте застегнуть пуговицу. Не расхаживайте в костюме, застегнув нижние пуговицы. Вам нужны советы, как это делается? Вот вам простая инфографика. Ребята, вам просто надо всегда наводить последний лоск в ваш образ. Зона, о которой многие парни забывают, это воротник. Видите, как воротник ровненько лежит? Это потому, что воротники не были сделаны для того, чтобы стоять, пока вы полностью не застегнете рубашку и наденете галстук. А так, как большинство из нас не носит галстуки сегодня, в целом вид получается неряшливый. Потому что воротник сделан для того, чтобы подчеркивать лицо и делать линии. Но когда он лежит, этого не происходит. Следующее, чего не делает стильный мужчина, он не покупает одежду, которую не собирается носить. Самая дорогая одежда, которую вы можете купить, это та, которую вы никогда не будете носить. Вы знаете, о чем я. Оу, скидка 90%, это здорово. Вот только одежда не вашего размера, и она плохо на вас выглядит. И вы просто будете хранить ее в шкафу. Намного лучше отложить денег и пойти купить важные вещи для вашего гардероба. Вот что делают стильные мужчины. У них есть список того, что им надо купить в свой взаимозаменяемый гардероб. Так что потратьте денег на формирование главных вещей вашего гардероба. Купите пару белых рубашек, пару голубых рубашек, заведите пару качественных туфель. Вот к чему следует стремиться. Связанное с последним пунктом, стильный мужчина никогда не ведется на тренды. Одна из специфик моды заключается в том, что она быстро меняется. И в конечном итоге вы остаетесь с кучей вещей, которые годятся только в переработку. Если вы модник, тогда проигнорируйте этот пункт. Но для большинства ребят важно иметь такую одежду, которая бы служила вам. Для нас важно иметь вещь, которую мы покупаем, могла бы прослужить нам много лет. Чтобы могли носить ее сотни раз. Стильный мужчина никогда не боится посмотреть в зеркало и сказать, зная, что я выгляжу хорошо. Может это звучит немного глупо и нарциссически. Но вот в чем дело. Во-первых, это практично. Вы же не хотите, чтобы у вас в зубах застрял кусок пищи и вы его не заметили. Убедиться, что нет пятен на одежде. Дело в том, что это придает уверенности, когда вы знаете, как вы выглядите. Следующая часть этого утверждения интересна тем, что она ссылается на исследование 2018 года. Показала, что люди, которые могут быть осведомлены о своих возможностях и уверены в них, эти люди лучше справлялись с напастями. Поэтому гордитесь тем, что у вас есть. Стильный мужчина никогда не надевает мятую одежду. Они знают, как пользоваться утюгом. Как выбрать хороший утюг? Посмотрите на его подошву. Сколько в ней дырок. Когда в ней есть так много отверстий, то у него должен быть хороший пар. И производители потратились на его изготовление. Поверьте, разница между утюгом за 10 долларов и за сотню долларов, она велика. У него меньше шансов испортить одежду. Как не повредить рубашку во время глажки? Небольшой совет, выверните ее наружу и погладьте тыльную сторону. Даже если вы гладите с высокой температурой, то шансы, что на лицевой стороне будут какие-то повреждения, очень невелик. И еще, если вы хотите разгладить складки на вашем костюме, просто держите утюг на небольшом расстоянии, чтобы включилась функция пара. Стильный мужчина никогда не носит одежду, которая не подходит под его тип тела. Для начала надо знать тип своего тела. Вот для вас небольшая подсказка. Вам потребуется определить свой тип тела, затем начать одеваться для того типа тела, которое у вас. Так что если вы высокий парень, тогда вертикальные линии не самый лучший выбор. Они сделают вас худее. Если вы круглый парень, тогда не стоит привлекать внимание к центру вашей фигуры, надев яркий ремень. Наоборот, лучше надеть такую одежду, которая подчеркнет ваши плечи, например, куртка. Если вы худой парень, тогда можете попробовать надеть более толстую одежду или надевать дополнительный слой одежды. Надо знать свой тип тела и одеваться соответствующе. Стильный мужчина никогда не носит дешевую обувь. Я недавно делал видео, где я разрезал пополам дешевые туфли. И я разрезал более дорогую пару туфель. То, что внутри снесет вам крышу. В дешевых туфлях вы найдете всякие нефтепродукты. Все очень низкого качества. Только подумайте, что все это делает с вашими ногами. Что самое главное, дешевые туфли становятся только хуже и хуже после каждой носки. Дорогие туфли, в свою очередь, вот можете взглянуть, используют качественные материалы. Они сделаны, чтобы остаться надолго. Хорошие туфли, в которых можно заменять части, потому что они прошиты стишками. Они становятся со временем только лучше. Стильный мужчина не придает значения чужому мнению. Например, вы носите вот такую шляпу, и кто-то говорит, о, посмотрите, у него блин на голове. Непонятно, это провокация или комплимент? Вот в чем суть. Вы уверены в том, как эта шляпа на вас выглядит. Конечно, вы прислушиваетесь к людям, которые разбираются в стиле. И к людям, к которым вы проявляете уважение. А не к случайным людям из интернета, которые оставляют комментарий под вашей фотографией. Просто игнорируйте таких людей. Вы знаете, что вы выглядите хорошо. А шляпа выполняет свою функцию. Например, идет дождь, и вы знаете, что ваша голова не промокнет. Так что не обращайте внимание на комментарии случайных людей и создавайте такие образы, которые мало кто может позволить. Стильные мужчины знают, что дресс-код есть всегда. Даже если вас уверяют, что нет никакого дресс-кода, он есть. Иначе люди ходили бы голыми. Каждая компания, любая культура имеет свой стиль и то, как люди в ней одеваются. Мы на самом деле судим людей по тому, как они выглядят. Кто-то из вас скажет, что нет, только не я. Но у нас у всех в голове есть короткий путь, который экономит нам энергию, и мы используем наш предыдущий опыт, чтобы создавать прогноз на будущее. Так что если вы одеваетесь так, как по-вашему выглядит успех, то люди будут считать, что вы и есть успех. Хорошо одетый человек никогда не забывает о своей гигиене. Неважно, насколько дорогой на вас костюм, люди не захотят быть рядом с вами, если от вас воняет. Так что принимайте душ вовремя, пользуйтесь духами и следите за вашими зубами. Используйте ополаскиватели, не бойтесь пойти к зубному и отбелить себе зубы. Выравнивайте себе зубы, если это придаст вам уверенности. Стильные мужчины никогда не боятся слегка приодеться. Я не говорю слишком наряжаться, все зависит от ситуации. Не стоит выглядеть странно. Прийти на волейбольную игру в костюме – это просто не функционально. Но если вы не знаете, чего ожидать от ситуации, то не помешает быть чуточку более нарядным. Это лучше, чем когда вы слишком просто одеты. Какие видео смотреть дальше? Как насчет этого? Как одеваться для своего типа тела? В нем я рассказываю, какая одежда подчеркнет каждый из них.